Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Дополнительное время. Дополнительное время. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Дополнительное время. 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 Продолжение следует... Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Продолжение следует... Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд. Клавиатуру наверняка сломал. Ну да, там бласты летели во все стороны, ветра и... Очень интересная получилась игра, конечно. Обязательно ее посмотрю при первой возможности, но... Через недели две первые возможности появится, воду пересмотреть. Да, я думаю, нет. Я думаю, сегодня вечерком можно наглянуть самые интересные моменты будет. Но смысл в том, что действительно очень напряженная борьба продолжается у нас. Она начинается только у нас две нички подряд. По одному очку заработали команды, ничего вообще нет. Здесь не стоит как-то дезморалиться ни в коем случае. Стоит думать только о том, что дальше нужно набирать очки. Каждый соперник очень серьезный, неприятный. Опять это СНГ заруба, где каждый против каждого. Ну и, как мы видим, Empire действительно очень необычно подготовились. Как-то вот эта вот инча, которая у Team Spirit, по-моему, тоже была, кстати говоря, в Хардлейне. Это еще и Death Prophet, который... Ну, один из немногих героев, которого добавили вот в этом последнем уже, в финальном таком обновлении. И, собственно, чем у нас отвечают HR? Да ничем. Удивительным. Все, что, в общем-то, обычно использовали и в прошлых патчах. Но, как мы видим, здесь гораздо более удивительно, чем любой другой герой. Разве что Урса смотрится. Урса был и 6.85. С пятнички у нас, действительно, залетают. Команды, которые его используют, смотрятся неплохо. И пока мы идем как под смоком. Hellraiser, Сускар, Сноубол, Пятерых отправили за противником. Туда, за Фаником. И не долетели немножко. И теперь непонятно. Их разводят в разные стороны. Конечно же, уходит хвост в НБИС. И осталось только Алоша. Алоша, помогите немножко. Алоша получает Клэп. Замедлили опять по Тир-2. Уже лезут ребята из Hellraiser и не добивают. Не добивают. Но какой был момент? Опасно. Покатиться вообще за самым далеко стоящим героем. Очень далеко, конечно, пошли. В итоге сами не поняли, кого они там вообще хотят бить. И, казалось бы, там, где должны были наверняка ФБ забирать, не забрали вообще ничего. Но вот так вот получилось. Shit happens. Не получилось немножко у Hellraiser. Смог в итоге не был реализован. Но пробежались. Битва начинается. И будут располагаться сейчас по линиям кто куда. А то, куда, мы сейчас коротки посмотрим. Итак, у Hellraiser Шачло будет стоять на оффлейне на Нейджес Профите. Афонин в Миду на Разоре отыграет. Нандершок суппорт первый на Дазлике. Суппорт второй. Годдэм на Тускаре. Ну и, собственно, будет фармить у нас и Бах с ником YW на Урсавориере. На Урсе, да. Ну и Эмпайр фаник на НЧ в хардлинии. Ноуфир будет бегать на Спирит Брейкере. Золь на миде Дэс Профит. Это Алоха на Оракуле и Хвост на Вивере. Мне нравится, как Алоха себя именовал Алоша. Алоша? Алоша. У меня до этого был никнейм Because of You. А у меня все еще Because of You. Ну да, это... Алоша. Нежно. Нежно, нежно. Мягко, мягко очень. Хвост, вот не по шансам, хвост пошел. Хвост не по шансам. Тут что-то встрял. Профит ему быстро объяснил. Ну, пенечки по 30 дэмэджа плюс сам Профит хорошо поменялся, на самом деле. Я же тут на секунду представил. Если это будет тот самый Вивер, который будет собирать себе Аганим, как это делали на Ви, хвост также играл на этом самом Вивере, купался бы Аганим, то вместе с Ораклом героев вообще своих потерять невозможно. Таймлэпс на тиммейтах, Фоллс Промайс и... Кого убивать-то вообще? Возможно, это просто быть неубиваемым персонажем. Да, ну... Хорошо, можно кидать. Как раз вот диспрофит, чтобы долго жила. Это важно сейчас, потому что, как отмечали уже аналитики, очень тяжелый у нее ультимейт новый, нереально долго раскастовывается, несмотря на то, что вроде как там даже его поднимали чуть-чуть, но все равно он продолжает кастоваться слишком долго. Разгоняться вот именно что слишком долго. Так, ну и в общем у нас получается, пока что все неплохо на верхней линии, как и с той и с другой стороны, но нижняя линия чуть проседает. И виверу тяжеловато, и профиту тяжеловато. Ну, просто потому что все-таки наверху тут большие крипы вот этой инчи, ей довольно легко добивать. На самом деле инча не самый лучший выбор против урсы, но скорее здесь хороший выбор урса против инчи, потому что она была пикнута на ласт пик. Вот дэм. Фишки дэмки мувики мутит, тут очень красиво увернулся. Ноуфира закрыл, а Ноуфир-то без разгона, нету никакого орбов венома жалка. Ну он как ложкой будет его убивать, только в небезызвестном ролике, ты идешь за своим оппонентом. Дэ, неплохо все-таки. Сотка урона неплохо подразмял, и если бы был орбов веном, мог бы даже и убить, наверное. Но нечем было замедлить, и спиритбрекер от него убежал. Просто уйдет. Бронированный. Пять броней, спиритбрекер, толстенький персонаж, конечно. Вот если бы это была инча, хотя с другой стороны там уже антача, полтора луны прокачивать. Непонятно. Но вот мид можно попытаться что-то придумать, и залетает с Разором вместе с Тоскар, начинает высасывать дэм. Резолик что будет делать? Резолик все будет умирать. Плазмафилд, дают вижен, фэрифайр юзает, Мишот, сочекай, рак, пытается помочь. И на Разворке, дают, что высасывает на ХП у Годема. Немножечко неудачно вылетел в нюк, Годем пытается отбирать нейтралов, и удается им это сделать. Но ФБ сделали такие ребята из Хэлл Рейзер, с Разором убил Аракуа. Да, очень много дэмэджа все-таки Разор высосал, еще сейчас подбайтил так вот слегка Death Profit, разгон, и может быть слишком жестко подбайтил. Да, скорее всего здесь Афонию разберут. Разбирают Афонию, перетягивается Тусик, пошел на Death Profit, Death Profit тоже должны здесь забрать. Годем до конца, чтобы как-то вращаться в лесах, напрямую срезал Годем и убил. Ну, ровненько поменялись, в общем-то неплохо получилось. Тусик взял себе немножечко ХП. Не совсем я понял, зачем вообще в принципе Годем бежал за этой Баньшой, она из него сифонила ХП, и если бы он развернулся, ее бы еще и попроще было забрать. Но в итоге отдал ей довольно-таки много хипоэндов. Может быть еще какого-то опыта не хватает в игре против Баньши, все-таки не так часто она появляется. Да-да, обновленный, как-то вот этот нюк у нее появился, непонятно, как он работает, ну, как-то понятно, как он работает, но на практике действительно встречается Death Profits очень редко, что в папочках каких-то, что на профессиональном сцене, и поэтому ты идешь в эту Банту-Скаре делать халявный килл против ДП, она еще может разворотить тебя, от тебя же и отрегиниться. Кажет, убийца есть. Ну, произошло. Хвост, находите временем руну, в ботул ее, сует, в общем-то руна волшебства, теперь волшебный хвост, и, ну, а что ему это даст? Да, ничего. Волшебный хвост. Очень интересные у нас крипстаты у мидеров. Вот я сначала посмотрел на Разора, подумал, что он проигрывает линию, но потом я обратил внимание, что у Банши еще меньше крипов. Они как-то оба невероятно мало добили. Такое ощущение, что просто там не могут крипов. Ну, и тот, и другой в таверне провели какое-то время, плюс периодически мешают персонажи, типа Тускар. О, на Инчу закатываются. Да, ну и здесь, конечно, кроме Урса-то бить особо некому. Можно лучше Тускару даже не пытаться замахнуться, он только перестает двигаться. Он получит дебаф и будет стоять махаться. Ну да, он очень долго замахивал крюком своим речетом. Понятно. Опорик какой-то там. Опорик какой-то, да. Лучше действительно на Инчатреста не махаться. Что у нас происходит? Вообще, пока все довольно спокойно, если убрать то, что произошло в моменте. Шачло обходит его Оракул. Но Шачло... Да. Шачло в итоге фактически хорошо знал, но Хвост идет дальше. Еще одну тычку ставит Сентрик. Хвост! Ладно, подхил от Торшока получилось крайне неудачно. Пытается уйти Хвост, получает Клэп. И Бах в итоге переориентируется на убийство Ноуфера, плюс пытается убить еще и Алошу. Одновременно Хвост возвращается, потому что ставит Сентрик и съедает Урса-Вориора. А Хвост жив! Хвост жив! Да ладно, они разобрались со всеми здесь. Да, очень полезная зашла вот эта Аркан Руна на хвосте. Кулдаун Шакучи очень маленький, успел получить ультимейт, разультился и в итоге разобрали абсолютно всех. Это минус 3 на нижней линии. Солидное преимущество Империя получает. Такой хорошенький бустинг подошел, причем забустовали именно на легкой линии, причем сами пришли Хелл Рейзерс туда, то есть вообще двойной плюс для Империи. В итоге получается. Хвост доволен, все довольны. Иньча ломает еще и топ параллельно. Да, очень много сейчас. Вот такой вот момент игровой, в котором разом Хелл Рейзерс умудряются отдать львиную долю преимущества своим соперникам. Ага. Вот этот Сатир, конечно, который ХП-регендой довольно жесткий, пушистительно усиляется. Есть Глифт, зревая фаник тут не уйдет, пока Табор не снесет. Даже сюда приходят три персонажа Хелл Рейзерс, возможно, Личатер здесь погибнет. Ой, да ладно, Соборерс Данайл, хорошо работает и Шадоу Врейм, и все-таки Аратусы под Эверпауэром, что съедают. Да, в итоге из-за этого плюс извлекли, как раз-таки забрали толстую Энчантра с довольно-таки с хорошим экспириенсом. Получили из-за нее много золота, еще и вышку за Данайли, хорошо здесь разобрались. Ага. Ну, Табор, конечно, все равно упал, и все равно здесь не так приятно будет стоять и Баху, ибо всегда он будет под угрозой того, что его придут канготь и будут убивать, так что нужно подчаться по-аккуратнее, либо суппорта, либо варп поставить. Если бы там не было потери тавера, все равно это небольшой минус. Выход на Разора теперь. Есть варп на миду, который, в принципе, неплохой обзор дает. А Лоша в спину заходить не стал. Не стал почему-то, да. Ну, в принципе, понятно почему, потому что слишком толстый Разор, его можно не убить, еще какие-то сейф-тп могут быть. Решили пока что не торопить события. У Банши уже есть ультимейт, пока что-то... Да, в спиридбэке, удары есть, еще Лоу Грейв, он будет жить. Ну да, это Нофира подмять, приходится на Шачло. Убили Ораку уже. Падает также Нофир вместе с Турсовариум два в один размен. Ну и Фаник, что делать с ним? Да, его просто не бьют. Три человека стоят и не могут сделать ни одного удара из-за антачи была. Четвертого уровня прокачивания. Не по шансам. Только Урсетский может с него вкрыз с подоверпором позабавить. Ну, размен-то хороший получился. Убили Урсу, но ее Рейдж и плюс Грейв дали достаточно времени, чтобы убить двоих в ответ. И два в один размен. Абсолютно нормально. Да, получилось действительно круто. И Хвоз, при этом, остался на легкой линии. Свободно один. Купил себя Квилл, а Квилл включенный, а значит Плус идет. Плюс ко всему из Катапульта. И Тавр из Китченко будет падать. Так, взаимный отсос должен быть. Резолюшн здесь. Разор в него тоже впитывается. Есть Сноубол. Прячут туда все. Этот самый Сноубол. По техникам уже очень много дэмэджа высыл у Резолюшна и Резолюшн падает. Слак по пилку. Хвост там подошел. Хвост, почему подошел? Хвост. Как он там хвост играет. Хвост в итоге оказывается обратно на нижней линии, с которой он в итоге прилетел. И слава богу, потому что у Разора здесь так много дэмэджа, что драться с ним совсем не хочется. Спушил в ушку хвост тем временем снизу. Стоит все понять, он ее забрал. Да, Рейденцы смесли. Силу света, да. Ну, билетало. Ну, довольно-таки неплохо. И Нечерс Профит умирает. Да, Спирт Докерс не должен отпускать, что-чего, ставит спруты, но сжимает себя вместе с хвостом, хвост кидает с вормы, еще и Кротерпаш срабатывает, и в итоге не отпускают. Никуда этого турена. Хороший. На миде ничего не удалось пропушить. Интересно, я думал, что все-таки начнет Резолюшн там вместо Сифона какой-то ультимейт юзать, но слишком быстро погиб. Выход на хвоста, но... Ну, так сказать, но Фира, потому что вышел Апони, ну, кстати, Клинкомсон, Виза, но Фира погибает в итоге, но их фасту уже просматривать. Шардами его там просто уничтожили. И далее ему добежать до цели, до конечной. Хвост, есть ульта, бегает под центрей, но зацепить его тяжеловато. Здесь нужно как можно быстрее Ашером какой-то контроль собирать, может быть, на Фурионе какие-то хексы, или Тусик быстрее Блинксей берет, или, может быть, даже на Урсе какой-то хекс, но в любом случае с Вивером нужно каким-то образом бороться. Тяжеловато все-таки. Да, тут вопросов на самом деле много, которые нужно будет порешать, и как будет Деспрофит расправляться, тоже неясно, когда она будет протекцией Оракла стоять, и убить его будет довольно тяжело. Вивер, который требует от себя контроль, Спиритбрейкер, который всех будет расталкивать. Есть уже определенные трудности. Так, но Гудем разгон идет, Спиритбрейкер бежит, да, через мид, сейчас его должен был Гудем увидеть, не стал бежать до конца, хотя на самом деле здесь нет, ультимейта не было, не убил бы, но довольно-таки неплохо мог бы Гудем размять, там не так много хп было, но решил не рисковать, и наверное правильно сделал, действительно слишком далеко забегать, нарушать позицию, ни к чему. Урса уже с масочкой может претендовать на какого-то Рошана, может быть. Да, Вижен здесь мы видим у Эмпайр нет, стоит правда Крепочек. Ну, это чей Крепочек? Крепочек, слушай, неплохо, да, Ковижен имеется, поэтому так просто Бахо незаметно пробраться туда не получится. Незаметно пробраться-то получится, а вот убить незаметно не выйдет. Ну, пока что Ганчан, конечно, очень сильный, я так понимаю, вот судя по тому, что я выйдет в игре Нави, когда там 65 минут, Айнчу все равно никак не могут убить. Так, нападение на Ноу Фира, есть ли Варвлз Панч, есть Варвлз Панч, почему-то его не юзает вообще по непонятной причине, в итоге уходит абсолютно спокойно на Уфир. Я думаю, Варвлз Панч мог бы дать некоторые возможности убить этого парня. Вообще-то, возможно, он туда может похватить. В любом случае, кулдаун он слишком маленький и стоит он слишком мало, чтобы его жалеть. Его следует кастовать при первой удобной возможности. Да и более того, оставлять на чардж никакого смысла, потому что ты отталкиваешься и не успеешь его взять. Ну да, никаким образом тебе не даст чардж использовать эту способность. 6-7 по графикам преимущества у Империи 3000 довольно-таки неплохое, но они снесли все-таки две вышки и в принципе это преимущество во многом из-за таверов и есть, но по XP также небольшое преимущество у них. Плюс Инча кое-что фармит, но на самом-то деле довольно-таки быстро это все может измениться. Буквально одна хорошая атака. Часто к атаку пытаются провести Хелл Рейзер с вами под смоками. Заходят в район, хочется делать канг потом зайти на Рошана. Заходят и не обнаруживают никого, потому что Имперс видит Оракула и полетели с него. Повер-повер, шансов для Аллоки разорвали в секунду. И Байнша летанула. Нужно просто разбегаться, отдавать по возможности. Ну вот Даззл они уже отдали, Даззл минус, погони за Тусиком, Тусика просто изничтожает Байнша, никаких шансов. Часто мало рома. Не очень хороший ганг, два в один. Разбежаться быстро не успели, вот казалось бы килл-то сделали, подстряли чуть-чуть, не разошлись. Просто может быть какие-то ТП стоило попробовать завязать. В любом случае, сейчас у Байнши нет ультимейта и ни в какую атаку уже не выдвинутся. Вот он заканчивается как раз таки. Бешеный кулдаун, прям слишком, слишком долго нет ультимейта. Ну да, во многом из-за этого герой не очень удобен, потому что очень большой кулдаун на нее. Ну знаешь, это сильный этот ультимейт, но... черт возьми, 145 секунд. Десять минут с небольшим. Как раз топовые артефакты типа Актарина, которые снижают этот огромный кулдаун, плюс ко всему дают еще возможность подхиливаться с ультимейта. Это, я думаю, мы можем увидеть в данной игре. Как раз много ХП дает, возможность подхиливаться и... Ну, что-то типа... Решраха получается. Ну и чаще юзать ультимейта, что-то очень важно. Да, возможно, мы увидим. Преоны вновь покупают у нас парабанчики, мы видим в этот раз Холлорезерс, есть Фейзы, есть Рамуф Энджерон, шпотники, тысячи хп-мчиков. Не, не стали, не стали атаковать, хоть и закрыли, Энчантра довольно больно огрызается. Ее барабаны, и драться вообще против нее не хочется. Залетает, сразу же получает паник и на развороте. Айбак, не убил Нолфира здесь, Нолфир нужно жить. Сдает на Эзерстрайк еще перед смертью, даже не умирает, но все равно живых остается. Нашок тереним бегает, подошел Грэмик, прикинул на себя. И бах! Новый пауэр разорвал Форма, но погиб, потому что присосал демок без профита. Можно разорванки расправляться. Откидывается своими копьями здесь паник, делает минус 2, шачло пытается уйти, шачло таки здесь отпускают, но не отпустит до дема, который дает снова бол, немножко выиграет время для своей команды, для Нолфира, чтобы смог уйти, но сам он, конечно же, труп. Да, но Фиру здесь явно не пробивает, в итоге минус 3, очень лоу хп-шные остались имперцы, ну, в целом, просто раскайтили. Я даже не могу сказать, что вот у ашеров настолько хуже ситуация в игре, что они так развалились, просто плохо все сделали. Не добили одного, не добили второго, не ожидали, что какой-то оракул даст ультимейт, чего-то еще не предусмотрели, а имперцы как раз-таки по красоте переждали все спылы, все оверчарджи, стати клинки и спокойно в контратаку. Ну, здесь такая ситуация, что, в общем-то, фокус может организовать практически только одна урса, когда залетает под сноуболом, конец Бленд Тайгера, собственно, если ее никто-то не поддерживает, то овер-пауэр противник переживает один, а дальше тут под силы. То есть нужно какое-то продолжение, нужна помощь. Помощи в этой ситуации не было. Залетел Годдэм, Димашник тоже пошел в бой, тут уже хвост рядышком с дабл-дэмэджем, между прочим. Как хочется плохо против него воевать. Ну, и в целом, так кажется, что Хелл Рейзер, наверное, стоит все-таки расползтись по линиям, как-то немножко подфармить, нужны айтемы. Бак вообще не хочет заниматься фармом, он хочет драться. Так, поехали. Но Фира, но Фир дает ультимейт, попадает в Андершока. Ой, хвост, забыл дэмэджем, Андершок как же страдает, опять Шелл Угрейд за себя, чтобы спасти душу себе свою. Уже откатился ультимейт у Банши, и... Ну, страдают, страдают Хелл Рейзер, со временем очень много теряют. Несколько он, конечно, начал сплитить, с Башейшел Света на нижней линии. И то, он играет против Спирит Брекера, ему крайне тяжело, но хоть что-то ему удается ультимейт, во многом выиграли драку, вернее, заставили отступить соперника. Все-таки под ультимейтом сейчас драться уже точно не хочется. Я смотрю на Фанника, какой он мерзкий. Фаник мерзкий, в смысле, а персонаж мерзкий. Очень неприятный. Сейчас еще хорошо, еще где-то, ну, год-полтора назад, по-моему, убрали возможность из Госкипетра орбэффектами пользоваться. А так бы он импетусом своим настреливал еще из Гаста. Все равно, то есть у него барабан, 4-ый Untouchable и Госкипетра. Хотят воспользоваться тем, что кулдаун ультимейта у Баньши. И понимают это имперцы, что без ультимейта Баньши драться не очень хочется. Ну, есть им откидываться. Просто с формами китайцы, что есть там диф, но Болл пошел, так, Нофир может снять, но опять же, где поддержка от ДТ? Где поддержка, потому что бы убить Нофира? Нет поддержки, Ибак зашел, он с пацанами Нофира пока здесь подставляется, Фот пытается Ибака разорвать, скачается инрейдж, получается логай, и пока жив, пока. Все только пока, потому что Фот продолжает бить Ибака, и Бак здесь падает. Нет, просто просто... Ужаса просто уходит на Фонтан с ДП, в итоге Андершок подхиливается, да, Андершока тоже заберут, это 2 в 1, на одного лишь только спиритбрейкера. Нет, Шачлот тоже погибает, это будет минус 3. Шачлот и Паут под спрутами, добивает, конечно же, Крипсфором, резолюшн, и дальше за ГТМ можно идти, и тут четвертый будет Ли. И Бак, конечно, здесь, пошел Сноубол, байбэк от Пускара, байбэк от Разора, убили, конечно, Хвозда, убили спиритбрейкер, но какими же потерями? Закрывает неплохо, но нужно разбираться с этой Баньшой, у нее есть еще волна, Баньша, последняя дычка, Баньшу добиваю, теперь нужно разбираться с Энчантрас, Антачу был четвертого уровня, Плазма, Филд, и Энчантрас все-таки погибает, 2 байбэка, которые выигрывают эту драку, и сейчас можно забрать Рошана. Очень важно то, что Урса выйдет быстро. Без Урсетского пока будет сложновато, конечно. Какие файт-рекапы? Это размен... Такое место. 7 в 4, но при этом золото всего на 300 потратили больше Ашер, и они сейчас заберут Рошана и окажутся в плюсе. Вот такой вот необычный получился файт-рекап. Вроде бы выиграли имперцы, но на самом деле они в глубоком минусе, учитывая, что они вели и много. Не в глубоком, там денег, конечно, потрачено будет только минус за счет того, что Аегис будет забрать на Холрэль. Ну сами, да, в четвером они погибли, но, боже, они убили семерых лучших. Ну да, но думаю, что тем, что они отдали Рошана, они очень, конечно, недовольны. Не хотелось этой Урсе отдавать, но настолько драка была длительная и настолько неприятная, что уже просто не смогли из нее выйти сами, немножко увлеклись. Разор покупает себе Яшу, Урса покупает себе Блинк, наконец-то, есть у нее этот артефакт. Есть 4-4-4 стат, первый инфор в своей команде на четвертой, если посмотреть общую стату. Так, и заходят. Могут сейчас попробовать выбить Блинк. Смотрим, разгон. Пошел. Видят. Спиритбрекер-то разгон сделал на Разора, они на Урсец, Урсец выходит на Блинке, в Афонина в Тир-2 вгрызаются, и заходят под ультимейтом. У нас здесь Резолюшн, и бах пошел под Унрейджем, а там уже Юлы, спиритбрекер отдался очень быстро, странно, что шел Грейв снова на себя. Сноуболы за Фанником, Фанника съедать очень не хочется. Чем-то они бафы 50, здесь крипсформы, Фанник наконец-таки погиб, минус 4, да, и поернистряли. И остался один хвост, который сидит, у него нету телепорта, он пытается проесть, но не видит, где он находится. Должен был Дазл дать инфу, что меня убил Вивер, по-моему, Дазл там вообще, уже после того, как дал Грейв, ушел в АфК. Очень авантюрная драка от Империи, иначе это вообще было бы минус 5. Видит его сейчас, но уже поздновато. Плотные герои. Вот стоит отметить, что с одной стороны у Империи есть вот Банша, которую тяжело убивать под хилом, там, Оракула, есть Энчантра, с которой тяжело убивать, Вивер с ультимейтом, но с другой стороны Урса с Энрейджем и Урса под Шеллоу Грейвом, которая живет секунд 9 и тоже ее пробить нереально. Это все да, но сам факт того, что команда на 18-й минуте идет под Тир-2, вообще, зная то, что у противника есть Аегис, это уже наводится на определенные мысли. Ну, так нельзя играть, так не работает. Какими бы вы сильными неубиваемыми не были, вы все равно будете разбиваться против Таваром, когда противник будет стоять просто вместе и у вас будут какие-то способности. То есть, ну, плохая драка была, зачем они там полезли, вообще не ясно. Ну и в итоге Фурион сейчас будет с Аганимом, будет очень больно жарить своим ультимейтом, а прежде всего Аганим это именно урон с ультимейта в начале игры. Это потом уже эти пеньки начинают сказываться гораздо больше, чем дэмэдж. Ну, не стоит забывать про урон Сен-Жин-Яша на Розоре и Урса, который уже загрейдил себе Владмир, делает грейжный стик. Ну, так, всего понемножку этой Урсы и следующим артефактом ну, уже будет какой-то выходить, может быть, ВКБ там или может быть Башерок. Что-то такое. Такое что-то нужно, да, и контроль будет нужен впоследствии. Ну, самый главный толчок к прибавлению артефактов получили определенный Hellraiser. Смогли им в этом, конечно же, Empire. Видим, что вывели графики в ноль. Следовательный экономик стоит на том месте у обеих команд. По экспириенсу даже немножко получше Hellraiser. Ну, и более того, у них по-прежнему есть Aegis. Так что, если что-то будут придумывать, то, скорее всего, будут придумывать именно они. Посмотрим. Aegis пропадет через две минуты. Есть еще определенный запас по времени у Ашер. Идут они вниз, в то время как Empire пока отбивают мидлейн и формят дружно своих нейтралов. Кстати, линка у хвоста опять же еще один айтем, который позволяет жить подольше. Да, хороший артефакт. Интересная стата у нас в твиттере. Винрейт урсы против героев Empire против всех. Больше 50%, кроме Оракула, против которого две победы в 11 играх. Вот насколько же неприятен все-таки False Promise против Урсы. Ну, она любит все-таки какого-то быстро загрызть, а здесь это не получится. И пошел у нас какой-то пуш от Империи. И ответный пуш в исполнении Флорайджерс. Убешивается в ВИФ. Будет размен средоватого района, что ли? Просмотрим вопрос. Кто первый захочет дефиться? Пока непонятно. Вот вроде бы есть глиф от Импайр и хвост пытается развлекать противника как-то. Но это даже первый начал делать ошер. Кого-то может быть перехватить на отходе. Возможно вот сейчас уже бросается в погоню Спирит Брейкер, но нет останавливать. Просто никто не пошел. Тут спокойно очень странно. Да, в итоге 4 пенька появилось и нету ультимейта Баньши. Просто отходят. Есть Аегис. Я бы на самом деле с Аегисом еще и попробовал может быть ломануться, если он не быстро кончается. Ну да, он кончается очень скоро уже. Но решили отойти в итоге. Отошли, подминяли Р2. Р2, обе команды просто отступили. Ну и теперь будут отфармивать дальше. Ну что ж, окей, Аегис видимо пропадет просто так без кого-либо за место. Ребята просто будут набирать сейчас себе артефактов. Это тоже очень важно. Паник вышел в Драгонлендз. Еще больше дистанции будет теперь выдавать свои стрелы. Еще Аганим какой-нибудь собрать. Вообще гадость. Паник будет стоять издалека, его убить очень сложно, при этом он сам будет наваливать тоже классно. Артефакты классные. Ну, такие, более-менее, скажем так. Резаль, что покупается по инбусте, что это будет у нас? Очень интересный набор, я бы сказал, на выживание, но при этом действительно дорогих и ценных артефактов нету, которые бы сильно меняли. Скорее, вот именно с Инчой сочетается неплохо. Но, на самом деле, просто какого-то магического демеджа набрать, тот же ультимейт Разора, та же Урса и достаточно контроля, и эта Энчантрос развалится, в ней ничего, абсолютно нету такого. Ну, 1200 хп, это неплохо, конечно. С Пнюков, да, Пнюков пробивать можно, с Физухи пробивать сложнее. Все же, Энчатрос есть возможность просто подстрять под разор и там погибнуть. Хвост накинул на всех сворм, в ответку летит пеньки, которые позволяют пушить, заходит Гудем, Гудем покатился, покатился Гудем, докатился до Спиритбрейкера, получил Сайленс, в этот момент нападение на Оракула, Оракула успевает заулетить, Оракула минус, Гудем удают Грейв, Гудем вряд ли здесь проживет то же, чем Грейв, в итоге, да, Грейв возьми, 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 в Спиритоке все время погибает, Бьюлли немножко полетал Резолюшн, его смело, смело так же и Тускар, и Тазла, 3 в 2 пока размен, пытаются догнать еще и Фаника, Фаника убивать не самым приятным образом, ты получаешь, хвост все временем сзади подгрыз кого-то, нет, никого не подгрыз, ну, Фаник вот он живет, заканчивается его замечательный, смотри, байбэк и ТП, пошло, будут разворотить, Дрансер хвост здесь уже с формы накидывает, Фаник идет до конца просто в бой, покипает, у нас крома, количество кастов, покипает также и бах, и дальше, революшн с ультимейтом, начинает прыгать Шачло, Шачло пытается уйти на телепортейшн, не удается. Ну, Роман по красоте до конца оставил свой байбэк, в итоге, свой ультимейт все-таки смог использовать, удивительно, что он в начале драки его не завязал, возможно, был кулдаун, возможно, просто не сумел сориентироваться, и равный размен, 4 в 4, и байбэк разве что использовала Банша, но, как мы видим, много никто. Квост получает все больше фарма, и пока что действительно убивать его тяжеловато, но и сам дэмэдж он наносит не так много, хотя, если бы у него вот эта урунка была в драке, дабл дэмэдж, было бы приятнее, то да, появляется еще и Моростром, 9-1-8, он когда-то просто замечательный у Хвоста, это получается, он принимал участие в 17 киллах из 21 сделанных команды, это круто, вивер прям вездесущий, везде используется. Но сейчас еще за счет появления этого Майла можно, в принципе, и урон неплохой сроки относить. Да, мы больше против пеньков, потому что с ними как-то надо справляться, уже проблема такая довольно актуальная, их сейчас все будет больше и больше с этим агонимом в мид разгон, на Готэм, на Готэмом, есть чардж, пробивают, на Зарстрайк, Готэмом не упускают из дизейблов и смертоносную серию убийств делает Хвост. Да, у Хвоста много, конечно, фрагов, но очень хлипкий, ни в коем случае нельзя ему здесь ошибаться. Урса в БКБ выходит, Разор, наверное, в Кирасу, как вот просто собирают на прочности, на атаку, на то, чтобы наносить урон, скажем так, больше урона, быть более прочными и устойчивыми против дизейблов. Хороший вариант, плюс ко всему, вот стоит похвалить команду Hellraiser с их выбором их айтем билдов. Уже есть Владмир, уже есть задел на Кирасу против ультимейта Банши, которая наносит физический урон. Это отличные артефакты. Нету ни одного, нет, есть, кстати, даже один герой, который против нее хорошо заходит, это Дазл. Ну, наверное, топовый это Свен все-таки против Банши с ее физическим уроном, но Дазл также очень-очень хорош. Просто под его ультимейтом ульт Банши не будет дамажить вообще. Да, из ДПС режется. Все же, репрезист хороший получается. Вообще, да, то есть, и Кирас появится тоже плюсик такой будет небольшой. Это все-таки аура, которая плюс дает для своих тиммейтов по броне. Эндршок будет накидывать Ив. Будет работать. Это будет работать. Так, ну, у нас там война вообще суммонов за право дать вижен своей команде на Рошпите. Поиграл ее пока Сатир, который отъехал. Энд. Приходит так, кентавр. Ну, Энд все равно отъедет, вне зависимости, да. То есть, то приходит кентавр или нет. Ну, хорошо, контролят, все правильно делают. Рошпит важен. Урса заберет в одиночку слишком быстро. Из-за того, что сейчас появился кентавр, через 9 секунд появляется Рошан и будут знать об этом сейчас ребята из Эмпайр. Они будут Хеллрейзерс. Хотя, вижен у них тоже, кстати, обратите внимание, хороший проставлен, очень в чужих лесах. Вот такой вард стоит, видно все смещения противника. Плюс, вот такой еще вардец они тут поставили. Фурион целую пачку вызвал, еще плюс с ультимейта появились. Хост всю пачку зафармил, получил голды как за двух крипов. Очень дешевый и то, что даже Фурион и мифидит не так сильно сказывается. А вот то, что он постоянно толкает лайны, это очень неприятно. И я вот смотрю, чем больше я смотрю на эту игру и на пик Ашеров, тем он мне больше нравится против пика Империи. Ну, посмотрим, конечно, но мне кажется, что чем дальше, тем сложнее. Вот как раз таки по причине того, что здесь главное, что нужно добавить Ашерам, это контроль. Все остальное у них в принципе есть. Смотрим. Самая большая проблема, потому что, не знаю, на более поздней стадии игры будут еще плотнее коргерои Эппарар, которых... Так, смок на смок. Будет ли какой-нибудь Сайланс. Сайланс ложится очень неплохо по двоим. Урса включает БКП, пошла раздавать, спиритбрейкер ультует. Все, вообще, в дизейбл на эту Урсу, на Баньша. Баньша не убить ее. Продолжают ее еще захиливать. Урса в итоге погибает. Баньша все еще жива. Шачло остается один, его разрывает. Афонин! Спиритбрейкер врезался, у него тоже живает. Минус три делает Эмпайр. Разобрались со всеми, и причем, ну, опять же, не смогли запокусить в кого-то Хеллрейзер. То есть, Сноубол был, пошел Урсецкий, его просто контролили, его держали на расстоянии, на дистанции. Ну, вот как такового, какому-то герою конкретно Хеллрейзер ударить не смогли. Ирошан. Очень вовремя появляется для Империи. Очень большой вопрос у меня к Ашер. Вы собираетесь сьюзать смок, вы стоите на вот этой вот горочке. Зачем с нее сходить? Они с нее сошли на три секунды. Сьюзали смок, и когда они поднимались, они встретили прямо в лоб врага. Ну, это ужасно. Если бы они остались на горке, драка могла бы пройти совершенно по-другому. Там, Дазл пораньше раскастовался, зафокусили бы одного героя, пошел спирсбрекер, не совсем понимаю, зачем там кто-то байбэкнулся. Вы, дать, хотели на Рошане подраться? Слишком быстро Империя по Рошану. Ну, или сейчас еще тут и Гудем отъедет. Скорее всего, да, Шеллогрейф его явно спасти не должен. Андершок сам пытается уйти, потому что догоняет уже Резолюшн. Резолюшн. Гилл в откат, он просто включает пересос хпшки и Андершока будут убивать ножки. Ну, Резолюшн почувствовал, что поплыли, а Шер просто пошел и убил. Да, ну, вот, Шеры проваливаются. Графики снова взвы вверх, преимущество Бешеной Империи, сейчас он вставляет 8000 монет, и это еще графики не обновлены. Ну, и все, что может сейчас сделать Шачлой, это, конечно же, пытаться сплитить, но Р2 будет падать точно, и не знаю, пойдет ли дальше Империя. Насколько крут Оракул с Баньшой с Акторином. Он кидает на нее ультимейт, она сей выхиливает очень много хп со своих волн и ульта, и как ее потом убить, непонятно. Ее просто, вот, действительно, пока жив Оракул, ее лучше не трогать, потому что ты ее не убьешь никак вообще. Слишком много дэмэджа она наносит, слишком сильно отхиливается. Ну, то есть, согласен в том плане, что Оракул первым нужно вырубать в этом замесе, ну, в любом замесе следующем, то есть, ну, здесь нужно и Урсетскому как-то поднапречься, и Тускару постараться достать под Оракул и держать дизыбли. Но это, опять же, довольно сложно сделать. Да, там никто не боленет подставляться, и тем не менее. И видно, вот, насколько плохо получается от Фурион в таких драках 5 на 5. То есть, да, он дает ультимейт, да, побольше там магического урона он вносит, но это все не так критично. Очень важно, например, было бы купить Орхид и заткнуть Оракла в драке. Очень важно было бы купить Хекс, наверное, в этой игре. А так смотришь, ну, а гоним, окей. Но Фурион в замес практически не значит. Знаешь, вызвать, если в лейте в каком-то, но вызывать этих пеньков, они много дэмэджа могут с ульта баньши поглотить. Но такой, все равно ее надо убивать. Пеньками ее, конечно, не заковырять. Там никого не бить одним пеньками, да. Поглощать дэмэдж это окей, а убивать-то как? Вопрос. В итоге непонятно просто как-то. Вот Турсетского очень мало помощи в драке. Он залетает под БКБшкой с варпауэром, а его там как по дизейблют. А, он один. Он просто один. Да, и нет возможности убить. Тяжело. Тяжело очень. Ну и сейчас будут реализовывать свой Аегис под ультимейт баньши, который, кстати говоря, ну, все равно большой кулдаун 108 секунд. Даже с Экторином это слишком много. Пурион пошел уже сплитить потихоньку. Нижнюю линию тоже он, естественно, пушит, потому что есть пеньки. Ну и вот пошел ультимейт. Нужно отбиваться всеми силами. Чтобы Разорс танковал. Сбоку заходят. Пытаются сгрызть Оракула. Оракул успевает гастануть полосправа. Удалось. Мне удалось, Оракул завкусить и все. И падает. Хелл-Рейзерс очень серьезно страдает. Пока БКБшка действует, пытается уйти и бах. Также ушел и Афонин, который даже и в драку толком-то не вошел. Уже потерял большой запас здоровья. И в итоге просели. Ну, тут пытались. Сейчас сделали, в принципе, все правильно. Может быть, несколько поздно. Запускать Оракула было надо. Но он уже с хорошим левелом, с Глоскептером. Я бы сказал, что они задачи-то выполнили. Он хотя бы ультимейт на себя потратил. Но все равно этого не хватило. Фурион хорошо в этот момент засплитил. Находился вообще в другой части карты. Снес вышку. Подгрыз еще очень сильно Тир-3 Тавр. Снизу тоже линия пропушилась. И, в принципе, потеряли один только барак. На Тучкарчика. Размен. Потеряли барак и увидели, что за месяц им сделать практически ничего не получается. Тяжело очень. Ладно, бы еще кого-то убили у Эмпайр и потеряли только там барак. Было более-менее. А так страшно. Страшно, потому что с отхода с чужого хайграунда Эмпайр деньгами уходит. И заработали очень много-много всего. Покупает себе там Вивер уже какие-то, Кристаллисы, Дейдаус, есть уже Деманедж. И со шмотками Фаник сейчас выйдет вагоним тот самый. Ну и снова Бултус Проекта главное количество денег. Интересно, как будет вообще работать агоним на Энчантрас с линзой и Драгон Лэнсом? То есть, по идее, должен увеличиваться вообще радиус всего. Но мне кажется, что только линза влияет на ультимейт, а не Драгон Лэнс. Мне кажется, Драгон Лэнс влияет, а не линза. Но в любом случае что-то одно. Но я не могу исключить то, что и то, и другое будет влиять, и то, и другое будет увеличивать. То есть, увеличивается радиус и в итоге просто она кидает импетус через полкарты. Вот если посмотреть рейндж, он вроде казалось бы не такой и большой. Но по большому счету, я так понимаю, рейндж здесь просто нас обманывает. Мне кажется, намного больше, чем то, что есть в этой сложности. Возможно и так. Ну и для Энчи, конечно, это очень крутой артефакт. Чем дальше летит импетус, тем больше дэмэджа. И для нее иметь возможность издалека стрелять. Это очень круто. Нападают на нижнюю линию. В этот момент Фурион опять пытается пропушить топ. У него огромная армия пеньков. Купил себе еще и так-то рейнкор, но я не знаю, ну не боевой этот парень, конечно. Вот тяжело бы такому Фуриону в драке какой-то импакт нести. Ну да, он дает ультиметрию. Пошла ульта от Баньши. Пытаются не дать зайти, откидываться. Фортификация нету, просто ломается вторая сторона. Фурион в этот момент только-только заходит. Пошла ульта. Ну и вот сейчас ульта потикает, Аегис закончился, нужно драться. Ну что, в одном только ибаха есть байбэк. Тяжело, если кто-то умирает, то это практически скомпортно. Пошел Разор. Сноубол. От одного Готема. Только там сделал все-таки, все-таки будет и прыгивать. Да, заходит замес. И когда он будет покусить, не покусимый ноуфира почему-то. Ноуфир, конечно, ибахает, а дальше как-то поставил убивать с резолюшином. Большой вопрос, падает ибах? Да, падает ибах, падает Разор. Коже, минус. Стоит Зандершок, который Грейв смог подкать у него был. Конечно, там на топе сплитит Шачлора и он даже барак бы ковыряет, но тут можно потерять всю базу сейчас по заходу. Ну да, разменялись. В итоге погибли всей командой и разменялись на одного, но снесли хотя бы сторону. Но ничего не мешает остаться здесь. Выкупается у нас Дазл. Пытается хоть как-то задефить. Какая не выкупится Урсецкий, а Эпайр тут выходить не было. А слушай, это возвращается Шачлорич, пытается лошу убить этот Шачлор. Понимаешь, что надефить он не может на базе своей. В итоге вынужден что-то делать на базе чужой. Господи. Да, сейчас сульта и убивает и появляется куча пеньков. Байбэк это в этот момент у нас. Так, Вивер снес подвышку. Байбэк это Сурса. А нападение как же больно Виверу. В итоге есть таймлэпс. Есть таймлэпс. Можно вернуться в драку и продолжать бить. Да, и бах, конечно же, будут пробивать. Паник, Госкептеру невозможно убить. Поставь, грызается, и бах. И снова просто сжимает. Используется куча пучок. Рассветки просто нету. Резолюшн там. Остался против двоих. Залетай, пингсветус. Очень болезненный. Погибает нас. Урса Бориор и Котэм тоже управляет саверну. Госгеймблбэк. Да, очень сильно подвела вот эта драка Hellraiders. Ну и, конечно, подвело их в то, что контроль не был совсем. На самом деле, слишком мобильным и гибким оказался пик империи. В итоге, они зарабатывают второе очко, уже гарантированно, и будут бороться за третье. Но, по-прежнему, по-прежнему, нужно думать им, прежде всего, о победе, о том, чтобы не отдавать очки своим конкурентам. А HR могут еще побороться. Они, в принципе, по игре были не намного хуже. Они приняли там 2-3 решения, игру испортили.